29 апреля – единый день проведения Всероссийского диктанта Победы. Несколько тысяч площадок по всей стране, 38 – в Смоленской области и одна из них – в Десногорске. Открытая для всех желающих площадка была организована в городской центральной библиотеке. Мы в первый раз действительно проводим диктанты именно Победы. До этого библиотека проводила этнодиктанты, так что международные акции. И, конечно, каждый раз это все больше и больше участников. Я выступаю здесь от имени и руководства Смоленской атомной станции, и от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое является именно участником и организатором данного диктанта Победы. Участником диктанта мог стать любой желающий. Для этого необходимо было зарегистрироваться на официальном сайте акции. Далее уже на месте проведения диктанта пройти краткий инструктаж от кураторов, и можно приступать. Диктант Победы можно было написать и дома, онлайн. Но как избавиться от соблазна посмотреть ответ в интернете? Именно сейчас за этой дверью собрались те, для кого честный и правдивый результат важнее. А за закрытой дверью все как в школе. Несколько вариантов заданий, 45 минут на решение и волонтеры, следящие за порядком. В этом году количество вопросов в тесте увеличили. В 25 по общей военной истории прибавилось еще 5 по истории региона. Вопросы для меня 50% легкие, а 50% я не знал. Не знал точный ответ. Я записал то, что я не знаю, и дома доработали. Участниками диктанта стали более полусотни человек. Максимум допустимый эпидемиологическим регламентом. Это люди различных профессий и возрастов. От учеников школы до ветеранов Смоленской АЭС. Знать, чтобы помнить – главная идея тех, кто пришел в этот день на диктант. Я решила поучаствовать в акции «Диктант Победы», потому что я считаю, что каждый должен чтить память своих предков, уважать то, что они сделали для нас, и никогда это не забывать. Акция организована партией «Единая Россия» и российским историческим обществом. Она уже получила статус ежегодный. Свои результаты можно узнать на официальном сайте акции по личному идентификационному номеру.